Три часа. Верит воюет где-то. Позор про Монтром. И продюсеров. Мы там... Продюсеры свободны. Да. Какие? Радикальные лозунги. Мы решили, что мы напишем птицер. Для кого? Мы все решили, что у нас коррективное решение. У нас нет продюсеров и нет промокров. Все привыкы называют себя самозванцем. А то уже появляется посетитель. Уже в сети появлялся такой сервис, на котором можно заказывать различные концерты, мероприятия, группы Pussy Riot. Прекрасно. Миллион рублей. Руки убираем. Миллион рублей. Одно выступление. Ну специально издеваются. Фигня все это. На приговоре без наручных. Но вы же опасные, самые опасные преступники в России. У вас волны даже пёса хранят. Даже в лапса? Для неусиления. А где второй? Одного есть. Один самый злой, другой хороший автор. Это хороший пёс полицейский. Добрый и злой. Пёс полицейский, да. Плотическая и психологическая. Посмотрел на эту самую картину? Про кого? Катарский. Переписал хату на катар. А, да. Смешная. Про катарину, да. Ну он запускает какую-то часть людей. Сегодня присутствует очередной депутат на Экдресс Бундестаде. Да, я уже вижу, что там не на картине. Да. А Керри Маккартни, которая присутствовала на процессе, уже там во всё гишит, баламутит людей, поднимая, значит, Лондон на восстание. По Лондоне! Кстати, акция уже в 35-ти городах. Нет, нет, нет. В 60-ти. В 60-ти. В 60-ти. В 60-ти. Я не поспеваю. В 60-ти. А? Да, ты что? Сегодня три пульсера Global Day. Да. Я Николеву не дарил. Сегодня новый вышел. Просто шикарный. Я возьму. Не дают машину. Это сам нам нужен начальник. Народу брать прибавлю. Народу брать прибавлю. Народу брать прибавлю. Народу брать прибавлю. Телефон уберите. Вы начальником? Документы. Документы нужны. Мне разрешили поднять сюда. Может быть, можно будет после приговора. Хорошо, спасибо. Спасибо. Хорошо. И вопрос еще. Не пускают людей, которых вы пригласили? Ну, это не комбои. Вопросы. Кто там? Навального? Навального? Навалится, не пускают. В смысле? Не пускают дальше? В смысле? Не пускают дальше? Я уже устала бороться. А когда его не пускают? За что? Только что. Я знаю, что ты говоришь. Всегда ни за что. Телефон уберите, женщины. Нет, он интернет. Я не могу ждать. Ты читал с вами? Что? Прощальный вздох мало раз. Нет. А с это не бывает все. Мы дурочки еще не зависят. Мы дурочки еще не зависят. А? Мы дурочки еще не зависят. Или в СИЗО. Или в СИЗО. Я в СИЗО принесу. СИЗО принесу. Мне принеси. А я, может, прикрываю? У вас собака здесь. А как вы думаете? Уважаем об этом. Давайте не будем играть. А что мне нужно? Нет. Что я делаю? Что я делаю? Значит, что я хочу сказать. Мы в любом случае сегодня не объявим. Завтра суббота. Завтра суббота. Спасибо. Это понедельник. Это было дня. Это было дня. Это было дня. Ну, в общем, осудить вас. Понятно. Спасибо. А, Саня, спасибо. Саня, спасибо. Я упрямую. Я писала тебе личное письмо. Она сегодня не получила. Ее год мы даже не видели. Анализируя изложенные выше заключения комплексной психолого-лингвистической экспертизы в совокупности с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что преступные действия подсудимых 21 февраля 2012 года имели цели направленный характер. О направленности умысла подсудимых Толоконникова, Алехина, Самуцевича и неустановленных лиц 21 февраля 2012 года свидетельствует, в частности, характер, место, условия и способ совершения противоправных действий, их интенсивность и продолжительность, длительность и упорность непрекращавшегося нарушения общественного порядка, мотив, исключающий случайный характер совершения действий, а также предшествующие преступлению и последующее поведение подсудимых и потерпевших их за их преступление. Оснований к признанию заключения комплексной психолого-лингвистической экспертизы недопустимым и недостоверным доказательством у суда не имеется. В судебном заседании стороной защиты было заявлено ходатайство о допросе, в судебном заседании специалистов для рецензирования заключения психолого-лингвистической экспертизы от 23 мая 2012 года, при этом каких-либо документов, свидетельствующих о компетентности указанных лиц, в суду представлено не было. В удовлетворении ходатайства стороны защиты отказано в связи с тем, что в соответствии с статьей 58 частью 1 УПК РФ специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленному пока РФ для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Как было установлено в ходе судебного заседания, сторона защиты для допроса в порядке статьи 271 части 4 УПК РФ пригласили специалистов для рецензирования заключения психолого-лингвистической экспертизы от 23 мая 2012 года. Суд считает, что статьями 227, 228, 236, 299 УПК РФ предоставлено только суду право проверять и оценивать все собранные по делу доказательства и давать правовую оценку всем обстоятельствам, относящимся к предмету доказывания. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или эксперта в суд, вправе в порядке статьи 207 УПК РФ назначить дополнительную или повторную экспертизу. Кроме того, в совершение специалистам действий, направленных на оценку доказательств по уголовному делу, в компетенцию его не входит. Поскольку ходатайство стороны защиты о вызове и допросе специалистов не содержит никакого обоснования необходимости допроса, в суду не представлено документов, свидетельствующих о компетентности специалистов, вопросов, по которым специалисты могли бы быть допрошены, суд считает, что заявленные в ходатайстве лица не обладают необходимыми специальными познаниями для разрешения существенных вопросов по настоящему уголовному делу, что исключает возможность их участия в качестве специалистов. Доводы стороны защиты подсудимых об отсутствии у последних 21 февраля 2012 года хулиганского мотива, мотива религиозной ненависти и вражды, либо мотива ненависти в отношении какой-либо социальной группы, необходимости прекращения настоящего уголовного дела судом тщательно оценены и признаются несостоятельными. Вина подсудимых в совершенном ими преступлении доказана показаниями потерпевших свидетелей, исследованными письменными материалами дела, сомневаться в которых у суда оснований не имеется. Общественный порядок – это отношения, обеспечивающие общественное спокойствие, безопасность и неприкосновенность личности и имущества, а также нормальную работу транспорта, связи иных организаций. Явное неуважение к обществу предполагает публичность, общественный характер в нарушении хулиганцам правопорядка. Культовые здания и сооружения, пользующиеся общественным вниманием церкви, соборы, храмы, в том числе храм Христа Спасителя, в которых совершаются богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, является общественным местом. Противоправные действия подсудимых носили открытый публичный характер с привлечением средств массовой информации со свободным посещением храма Христа Спасителя гражданами. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что подсудимые, организовав публичную акцию в храме Христа Спасителя, совершили действия, направленные на грубое нарушение общественного порядка по мотивам религиозной ненависти и вражды, а также мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы по признаку отношения к религии. Доводы подсудимых Толоконникова, Алехина и Самусевич о том, что они не преследовали цели возбудить религиозную ненависть и вражду, а также унизить достоинства группы лиц по признаку отношения к религии, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются всей совокупностью вышеизложенных доказательств по делу об оскорблении и унижении христиан и православной веры о возбуждении религиозной ненависти. Несмотря на то, что участницы группы Пуссерайт называют мотивы своих действий политическими, утверждая, что положительно относятся к православной религии, а их акция направлена против сращивания церкви и власти, их слова опровергаются их действиями и обнаружены у них текстами, песен и статьями. Позиция, занятая подсудимыми о том, что все действия в храме ими совершены не по мотивам ненависти и вражды по отношению к православным верующим и христианству, а по политическим мотивам является несостоятельной, также и потому, что, как следует из показаний потерпевших, в храме во время совершения хулиганских действий подсудимого не было сделано никаких политических заявлений, не была упомянута фамилия ни одного из политиков. Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемого ими деяния материалами дела установлена. С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Толоконниковой Самуцевичей и Алехиной по статье 213 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку они совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору. Согласно заключению, судебно-психолога психиатрической экспертизы Толоконникова имеет смешанное расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные анамнеза и результаты настоящего обследования об имеющихся у подэкспертной личностных обстоятельствах в виде активной жизненной позиции, опорой на собственный опыт в принятии решений, стремления самореализации с отстаиванием социальных ценностей, имеющих сверхценное значение и своеобразием интересов, уверенности в себе, повышенного уровня притязания наряду с повышенной синтезитивностью в отношении критических замечаний со склонностью к категоричному выражению своего мнения. В период инкриминируемого деяния Толоконникова каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством с лобоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишавшим ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не срадала. Имеющиеся у Толоконникова особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами, какой-либо психотической симптоматикой, нарушением критических и прогностических способностей, поэтому в период инкриминируемого деяния она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера Толоконникова не нуждается. Согласно заключению судебно-психолога, психиатрическая экспертиза Сумуцевич имеет смешанные расстройства личности. Об этом свидетельствуют данные анамнеза и результаты настоящего обследования об имеющихся у подэкспертных личностных особенностях в виде упорства и категоричности в отстаивании своего мнения, неуступчивости, решительности, невысокой эмоциональной чувствительности, последовательности внутренне мотивированного поведения, рационализма, склонности к оппозиционным формам поведения, в конфликтных ситуациях наряду с чертами субъективизма и насторожности, сложностями, в предвосхищении последствий принимаемых решений в эмоционально значимых ситуациях и прогнозировании возможных изменений ситуации. В период инкриминируемого деяния Сумуцевич каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими не страдала. Имеющиеся у Сумуцевич особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами, какой-либо психотической симптоматикой, нарушением критических и прогностических способностей, поэтому в период инкриминируемого деяния она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера Сумуцевич не нуждается. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, Лехина, каким-либо хроническим психическим расстройством слабоумием не страдает, обнаруживает признаки эмоционально неустойчивого расстройства личности. Об этом свидетельствует данная она мне за результаты настоящего психиатрического обследования о патохарактериологическом личностном складе с преобладанием черт демонстративности, завышенном уровне самооценки и излишней претензионностью, со склонностью к манипулятивному поведению, протестным реакциям и суицидному шантажу наряду с неустойчивостью жизненного стереотипа, с пренебрежением общепринятыми нормами и правилами, нестабильностью эмоциональных проявлений и аффективным характером побуждений при сохранности основных функций памяти и мышления, критических и проностических способностей. В период инкриминируемого деяния Алёхина признаков временного психического расстройства либо иного болезненного состояния психики не обнаруживала, могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий руководить ими. В настоящее время Алёхина признаков временного психического расстройства либо иного болезненного состояния психики также не обнаруживает. Применение в отношении неё принудительных мер медицинского характера С учетом выводов судебных психолого-психиатрических экспертиз Толоконникова Самуцевича Алёхина являются вменяемыми и с учетом обстоятельств дела оснований для иного вывода у суда не имеются. В связи с этим Толоконникова Самуцевича Алёхина подлежат наказанию за совершенные преступления. При назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст. 60.63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание данной о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи. Толоконникова Надежда Андреевна ранее несудима, привлекалась к административной ответственности, совершила тяжкое преступление, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивение несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства и месту учебы. С учетом изложенного и согласно ст. 61 УК РФ совершение преступлений впервые, наличие на иждивение подсудимой несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Самуцевич Екатерина Станиславовна ранее несудима, привлекалась к административной ответственности, совершила тяжкое преступление, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства. С учетом изложенного и согласно ст. 61 УК РФ совершение преступлений впервые, положительные характеристики суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Алёхина Мария Владимировна ранее несудима, к административной ответственности не привлекалась, совершила тяжкое преступление, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивение несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства и месту учебы характеризуется положительно. С учетом изложенного и согласно ст. 61 УК РФ совершение преступлений впервые, положительные характеристики наличия на иждивение подсудимого несовершеннолетнего ребенка суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Также суд учитывает мнение потерпевших, которые не настаивали на строгом наказании для подсудимых, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Обстоятельства в соответствии с ст. 63 УК РФ отягчающих наказаний подсудимых судом не установлены. Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного Толоконникова, Самуцевича и Алёхиной преступления, суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ст. 15 ч. 6 УК РФ. Исключительных обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих снова не применить к ним правила ст. 64 УК РФ, установлено не было. Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств его совершения, целей и мотивов совершения преступления, отношения к содеянному суд полагает, что достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, Исправление подсудимых и предупреждение о совершении ими новых преступлений может быть достигнуто только путем назначения наказания в виде лишения свободы и реального отбытия ими данного наказания, в связи с чем оснований для применения к Толоконнику Восемуцевичу и Алехиной правил ст. 73 Уголовного кодекса РФ суд не усматривает. Согласно пункту Б, ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ, наказание Толоконнику Восемуцевича и Алехиной подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима. Потерпевшими Железовым, Сокологорской, Истомином, Цыгунюком, Виноградовым, Аносовой, Белоглазовым, Потанкиным, Шилиным исковые требования не заявлены. На основании изложенного руководства ст. 307, 308, 309 Уголовного кодекса РФ суд приговорил признать Толоконнику Надежду Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 313 ч. 2 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Признать Самуцевичу Катерину Станиславовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 2 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Признать Алёхину Марию Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 2 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Толоконниковой Надежде Андреевне оставить в прежнем виде заключения под стражу срок наказания исчислять с момента фактического задержания 4 марта 2012 года. Меру пресечения Самуцевича Катерине Станиславовне оставить в прежнем виде заключения под стражу срок наказания исчислять с момента фактического задержания 15 марта 2012 года. Меру пресечения Алехиной Марии Владимировне оставит в прежнем виде заключения под стражу. Срок наказания исчисляет с момента фактического задержания 3 марта 2012 года. Решен вопрос с вещественными доказательствами. Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. Позор! 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 Лево! Сюда сдаемся. Свои крышки. Сюда сдаемся. Дмитрий Юрьевич! Дмитрий Юрьевич! Ну вы свяжите, парасы, что там? Что у нас там? Как-как выводит танк? Ты бы сейчас игру туда не телевизорку смазывать? Или сейчас будет? Три стихи. Три стихи. Три стихи. Три стихи. Три стихи. Да пусть он идет на улицу. Он не хочет идти. Три стихи. Три стихи. Три стихи. Три стихи. Три стихи. Ну все, сейчас выпускаем людей. Результаты уже есть? Есть. Три стихи. Три стихи. Три. Три стихи.